Итак, пришло время снова ненадолго оторваться от реальности и продолжить проходить игры по покемонам. Вообще, я уже на данный момент прошёл все игры с одной линейки, имеется в виду все представители всех поколений, но записывать, как я уже говорил, решил в определённом порядке сначала платину, потом блэк, потом икс, и потом уже возвращаться к старым поколениям и начинать всё по-новому. Но пока что пришло время снова возвращаться к своей старой вебке, обсклюнябливанию своей приставочки и всем остальным минусам подобных записей, так сказать, но думаю, ничего страшного. По крайней мере, Мистери Данжет Гейтсу Инфинити я вполне смог записать, поэтому и Покемон Икс тоже, думаю, вполне удастся. Итак, шестое поколение покемонов, вышедшее, если не ошибаюсь, в 2013 году. На данный момент оно, конечно, уже не то, чтобы шибко новое, уже стоит ожидать седьмое поколение, может быть, через пару лет, ну да кто знает. К тому времени, когда я запишу все игры, возможно, что оно уже и случится. Ну а пока что, думаю, стоит ознакомиться с игрой Покемон Икс. Хорошая она, плохая она или нет, стоит выяснить уже по ходу дела. Надеюсь, что качество видео шибко этому не помешает. Итак, начинаем. Придётся, конечно, иногда передёргивать приставку, потому что иногда действие отражается на нижнем экране. Ну, посмотрим. Так, сейф свой я уже удалил, так что придётся всё начинать заново. Ну, что поделать. В этот раз, по крайней мере, можно будет начать один раз игру и больше уже сейф не удалять. Почему вы нельзя сохранять, а? Покемон Икс. Покемон Икс. Покемон Икс. Продолжение следует... Да, какой смысл этот трейлер, однако. И начинает проигрываться заново. Нужно догадаться нажать кнопку А, чтобы его скипнуть. Добро пожаловать в мир покемонов. Я Августин Сукамори, покемонский профессор региона Каос. Наш мир полностью наполнен существами, известными как покемоны. Эти мистические создания могут найтись в каждом углу мира. Некоторые бегают по равнинам, другие летают через небо, некоторые плавают в океанах. Мы живем вместе с этими покемонами, разделяя свою силу друг к другу и... Апгрейдясь. Итак, давай начнем с этих быстрых вопросов. Ты мальчик или девочка? Ну, как обычно, в принципе. Хотя не во всех играх, если не ошибаюсь, можно было выбирать пол. Кажется, в самом первом, по крайней мере, было все ограничено. Ну да какая разница, я все равно пытаюсь... Не буду маскироваться под трапа, поэтому... Мальчик, так уж и быть. И как ты выглядишь? Еще нужно вспомнить, как именно выглядит главный герой оригинальный. Я вообще, конечно, выбирал левого, потому что у меня тоже светлый волос. Но, с другой стороны, если не ошибаюсь, сам герой темноволосый, и у него, по крайней мере, бледное лицо. Так что, выбор очевиден. Недавно в центре экрана. А, я вижу. Скажешь ли мне свое имя? Ну, с именем тоже. Точно так же, думаю, стоит выбирать каждый раз в каждой игре одно и то же, чтобы уже шибко не запутываться. Так, здесь есть вообще нижний регистр? Ага, вот, нашел. Все. Итак, это Джон, так? Я правильно понял? Ну да, пожалуй. Хотя, на самом деле, его зовут Келли, но это какая разница. Джон, Трэсбиен, какое фантастическое имя. Джон, твое приключение начинается сейчас. Ты перед входом в регион Калос. Иди и встреть многих покемонов и людей. И получи опыт. Теперь пошли посещать мир покемонов. Ну, это, конечно, текстильник слишком быстро прокручивается, но ничего страшного. Ничего себе, будильничек. Ах, прекрасное 3D, наконец-то. Полностью полноценное, красивое и яркое. Да, ну, по крайней мере, даже это уже одно может сказать, что игра, конечно, уже гораздо лучше своих представителей. Ну, своих предыдущих версий, так сказать. Хотя, конечно, не только в графоне делала, и в предыдущих играх было тоже много чего интересного. О чем я постараюсь, конечно же, вспомнить, если, конечно, мне хватит на это мозгов. Ну да ладно. Механика, тем не менее, осталась та же самая. Даже несмотря на 3D, можно даже сразу же узнать старый добрый звук при столкновении с предметами. Потому что наш главный герой только может утыкаться во все подряд. Ну, какая приставка в этот раз у нас лежит здесь? Это Wii U. У геймпада даже есть скрин. То бишь... Ну да, видно, в принципе. Жалко только, правда, что нельзя ни в одной серии игр поиграться на своей приставке. Потому что она лежит только в виде декоративной шмотки. Ну да и ладно. Здесь фильм насчет 70... Вернее, о 72-летнем старике, который отправился в путешествие со своим любимым кошкой-покебоном. Интересный фильм, особенно в том, что он идет на голубом экране без какого-либо изображения. Ну, какая разница. Все-таки 3D это еще не значит, что все будет идеально и красиво, не так ли? Доброе утро, Джон. Ты хорошо выспался. Полностью отдохнул, да? Джон, ты выглядишь так, словно ты выкатился из кровати. Или что? Посмотри на себя в зеркало и смени свою пижаму. Ну, действительно, я выгляжу довольно-таки странно. Пижама? Ах, ну да, точно, я же забыл. Американцы же спят в пижамах. Ну, не только американцы. Какая, в принципе, разница. Так. Идти посмотрю на себя в зеркало. Господи, какая-то мама у нас строгая. Обязательно требует посмотреть на себя в зеркало. Вот неудивительно, что у мальчика потом может развиться такое страшное эго. Хм. Нет, даже кухонные шкафы здесь есть свои. Вообще, конечно, приятно иметь свою собственную комнату. Такую красивую, яркую. И единственную в доме, как ни странно. Ну, то бишь, мама, видимо, спит на полу или типа того. Ну, я уже говорил об этом в каждой игре. Жон посмотрелся в зеркало. Ого, ничего себе. И зеркало, однако, превращает одежду. И сменился, вернее, снял свою пижаму. Снял пижаму, под ней оказалась кепка и одежда и сумка. Ну что ж, это наша стандартная униформа покет-тренера, так сказать. Довольно-таки стильная, хоть и похоже немного на обычного гопника, если убрать кепку. И добавить полосочки адидаса. Тебе пора идти. Почему бы тебе не выйти и не сказать привет соседям? Блин, в самом деле, эта мама определенно на меня давит просто. Постоянно от меня требует посмотреть за зеркало, поговорить с соседями и так далее. А вот наш будильничек маленький, новенький птичек. Флетчлинг, кажется, если я не ошибаюсь. Чирп-чирп. Да уж, по крайней мере, как приятно все-таки после этих аниме, где покемон Якова произносит свои имена, слышать их ненастоящие голоса более похожи на что-то реальное. Все разложено в очень строгом фэшене. Хотя нет, я ошибся. В этот раз у мамы есть кровать все-таки. Вот она здесь. Хоть она, конечно, не шибко похожа на ее личную кровать. Больше похоже на каком-то для гостей. Ну да ладно. Все, как обычно, завалено с покемонскими вещами и так далее. Огромный, красивый, плазменный телевизор. Вау. Это документальный фильм насчет Рихорна, который побежал в огромную, вернее, в большую гонку, типа того. И девочки, которая бегала вместе с ним, или типа того. Ладно. Мой английский во прежнем очень плохо, ничего с этим не поделать, к сожалению, буду тренироваться. Так, ну ладно, пока мама будет стоять задумчиво перед кастрюлей, очевидно, мне нужно отправляться в свое путешествие. Да уж, какая гениальная завязка для каждой игры, однако. Наш главный герой просто встает и идет в путешествие. Его тут же подкоруливают у дома. Как-то вообще так работает. Они в самом деле не едят, не спят, только сидят и королят меня. Какой-то кошмар. Добро пожаловать в город Ванивиль. Мое имя Сирена, я твоя соседка. А я Шона, рад тебя встретить. Угадай что, мы возьмем тебя. Что? Уважаемый профессор Сукамори живет здесь в регионе Калос. Я говорила, что он запрашивал пятерых детей, включая нас. Но я немного удивлена, что он знает, кто ты. Ты только что отправился в Ванивил после всего. Мы будем ждать тебя в следующем городе. Ты знаешь что? Мы все получим покемона. Пошли, скорее, побежали. Ну что ж, город таки довольно красивый. Ничего не скажешь. С каждой игрой все-таки все апгрейдится и апгрейдится и апгрейдится. Даже не только дизайны, но и просто внешний вид. Правда, все на реализм совершенно не похоже. Но такая, в принципе, разница. Что это за кусок камня тут лежит, интересно. На нем можно посидеть. Да уж, все покемоны такие добрые. На них можно посидеть, на них можно использовать как угодно. Если догадаешься, что это покемон. Гргро. Брыхнет, видимо. Рихорн, кажется, если не ошибаюсь. Ох, имена покемонов, конечно, тоже довольно-таки сложные в английской версии. Ну, может, катаемся и запомним их все. Благо, что в этот раз нам уже теперь не нужны бегающие ботинки. Мы с самого начала можем бегать. Какая радость все-таки, а? И, кстати говоря, теперь, ввиду того, что у нас 3D, все-таки мы можем бегать в 8 направлениях. Правда, с треточками поворачивать довольно неудобно. Это нужно использовать вот этот вот стик, которым пользуются тоже неудобно, потому что я могу сдвинуть приставку, и каждый раз сдвигать ее обратно будет неприятно. Так, ну ладно. Как всегда говорится всеми, все спрашивать, всех мочить и так далее. Я очень хочу покемона. Тогда я смогу пойти, куда я захочу. Ну да, конечно, пока не придет команда Плазма, добренькая, не заберет тебя твоего покемончика. Дом Сирены, ну-ка. Пока она в отходе, может быть, ограбить ее? Я всегда люблю делать подобные вещи. Хотя нет, к сожалению, тут тусуется какая-то телка. Наверное, это ее питомец. О, ты, наверное, новый молодой человек со следующей двери. Добро пожаловать в город Ванивиль. У нас есть дочь, которая такого же возраста, как и ты. Если ты встретишь Сирену, я надеюсь, что вы двое станете друзьями. Ну, как сказать. В принципе, в каждой игре, по сути, райвелы это друзья, но в то же время это все равно страшные соперники, которые каждый раз отгребают, каждый раз огорчаются очень, убегают в слезах и так далее. Так что, как сказать, друзья или не друзья, или просто враги по жизни, так сказать. Странно. Каком-то Сирены вроде не похожа на девчачью, в самом деле. Я бы даже в такой жил. Хотя телевизор какой-то маленький. Видать, родители Сирены нищие. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так. Ладно. Что это со мной уже? Ну, я, конечно, извиняюсь, что начинаю опять тянуть время и так далее. Просто это все так интересно, и тем более... Все равно регион не шибко большой здесь на самом-то деле. Потому что из-за 3D, понятное дело, разработчики не могли сделать такой же красивый большой регион, как, например, во втором поколении, где было два региона вместе, или в пятом поколении, опять же. Но ничего страшного. Наука шикарна. Если используешь коммуникацию, коммуникационные технологии, ты можешь связаться со всем миром и с игроками, которые там играют тоже время, как ты. Тогда вы можете играть вместе. Ну, Wi-Fi, короче. Прямо бы это просто сказать. Ё-моё. У нас так все дети сейчас знают, что такое Wi-Fi, умеют выйти в интернет. Итак. Город Ванивиль. Город, где цветочки собираются рассвистеть. Да? Эй, цветочки, вы собираетесь рассвести? Нет, цветочки, по-моему, не собираются рассвести, потому что они уже расцвели, блин. Эх, ладно. Город Ванивиль довольно миленький, не так ли? Регион Калос содержит много крутых городов. Я хочу увидеть их все, когда я подрасту. Ну да, надейся, конечно. Я тоже, в принципе, хотел бы увидеть все города, так сказать, во всех регионах, которые, в принципе, уже сделал. Но все равно в Юнове все получше будет немножко. Здесь просто графон. О, посмотри-ка на это. У тебя есть пара бегущих кроссовок, мой молодой друг. Я не могу увидеть пару бездумания на старом звонке, когда они использовались, чтобы играть с чем-то там, блин. Чтобы бежать, бежать, бежать. Быстро-быстро-быстро-быстро. Нажимаю кнопку быстро, чтобы убежать быстро. Да, просто нажимаю кнопку B. Спасибо, Кэп, ты и так уже знаю. Хотя все-таки ботинки у меня есть, как ни странно. Ну и ладно, по крайней мере, может быть, в следующей игре у меня уже с самого начала будет еще что-нибудь вкусное. Например, сразу же покемоны, без всяких там прелюдий. Ну и если время подходит, я надеюсь, что я смогу доверить моему сыну покемона. Или доверить, доверить своего сына покемону. Идти в путешествие с покемоном тогда очень помогает тебе повзрослеть, знаешь ли. Ну как сказать, как сказать. В этом мире, где тебя все воспринимают как маленького ребенка, повзрослеть шибко не получится. Все равно все говорят, что ты мелкий, ты не способен, даже если ты уже чемпион практически. Идешь в элитную четверку сражаться. Этот рихорн, похоже, очень-очень большой. Интересно, как он сражается. Ну как сказать, кинь в него палку и посмотрим, как он будет сражаться. Да, это было бы довольно занятно. Похоже, у этой дамы случилось зависание. Почему-то не могу с ней контактировать. Ну-ка. А, вот, получилось. Мой мальчик абсолютно заинтересован этим рихорном, который твоя мать принесла с собой. Вот как дети становятся покемонскими тренерами, не так ли? Хе-хе. Ну, фиг знает на самом-то, как они становятся покемонскими тренерами. У меня каждый раз в каждой игре это получается вполне так спонтанно. Я просто вышел и пошел. И мне дали покемона. И все, я пошел спасать мир. Да уж. Такая странная логика. Но разработчики ничего менять, разумеется, не хотят, судя по всему. Даже, наверное, на момент этой игры. Ах, красотища. Дорога 1. Которая тут же закончилась через пару секунд. И на какой хрен вообще делать тут одну дорогу и два города между ними, если это всё на крошечная тропинка? Ну, вот, считайте, это весь наш регион и будет, по сути. Такой маленький. Эй, Джон, сюда, вон там. А, и что? Блин, я думал меня автоматически подгонят, но нет. Мы только что говорили о тебе. Давай, садись. Это место для встречи, Джон. Вот, позволь мне представить тебя. Все, это Джон. Ого, Шон описал тебя вполне точно. Итак, Джон, это Тиерно. Он довольно серьёзный танцор и... Это Тревор, он никогда не упускает ни одного вопроса в своих тестах, но он довольно тихий. Ладно, рад тебя встретить. Знаешь, чувствуется как будто мы можем называть себя лучше, вернее, мы можем быть ближе друг к другу, если будем называть себя по никам. Эй, могу назвать тебя Джмейстер. Что? Ни за что? Он маленький Дже, конечно. Что? Что ты думаешь, Тревор? Что? Вы хотите мне... Чтобы дать... Вы хотите, чтобы я дал прозвище тому, кого только что встретил? Шон, тебе не стоит заставлять людей... Тревор. Ты занимайся такой скоренью. Я даже не знаю, то ли отсылка к тому, что интернет-культура так уж сильно развивается, или типа того, фиг знает. Ладно, так уж и быть. Назовёмся покороче. Джо. Да. Хоть Джо и Джо надо быть разные, именно. Ну да и ладно, хрен с ним. Итак, хочешь, чтобы ты называли тебя Джо? Да, так уж и быть. Ладно, Джо звучит идеально. Я уверен, что мы станем великими друзьями, так что я буду тебя называть так тоже. Эй, мы можем увидеть наконец-то покемонов. Я хочу встретить моего нового партнёра побыстрее. Я знаю, ага. Это очень крутое чувство, когда Тревер и я встретили наших покемонов. Надеюсь, что вы почувствуете то же самое, что мы почувствовали. Выбирайте покемона. Ну что ж, по крайней мере, обычно нам профессора выдавали покемонов. Ну да ладно, в этот раз, видимо, выбора особого нет. Вот, внизу у нас сейчас находится сундучок, который вам нужно выбрать, собственно, одного из этих трёх покемончиков. Так, блин, ну каждый раз приходится подвигать скрина, так неудобно. Ну ладно, итак, стартовики нового поколения. Чеспин, Травяной покемон, Феникин, Огненный покемон и Фроки, если я не ошибаюсь, Водный покемон. Вообще, конечно, мне сразу же сомнений не возникало. Я очень люблю лисичек, поэтому и в этот раз, скорее всего, не буду шибко раздумывать и выберу Огненную лисичку, потому что она очень-очень миленькая, да. Ну, извините, конечно, что я такой сентиментальный, что поделать. Ладно. Феникин, Фроки и Чеспин. Они все довольно миленькие, только на первой форме, разумеется. Потом они станут страшными и мощными, разумеется, но до этого ещё нужно будет дожить, поэтому... Итак, Феникин, мой выбор, как обычно. Не. Получен Феникин. Хочешь дать свою покемону никнейм? Да ну нафиг. Итак, ты не хочешь давать своему покемону никнейм? Ладно, мой партнер Чеспин. Ого, мы пойдём вместе, отлично. Двое из нас просто... Такие миленькие. Приятно встретить тебя, Фроки. Я Сирена. Из-за тебя я могу быть настоящим покемонским тренером. Спасибо тебе. О, извините меня, но у меня есть кое-что... Что мне нужно сказать вам от профессора. У меня есть кое-что, что поможет вам понимать покемонов на более глубоком уровне. Покедекс. Странно, почему в этот раз профессор поленился сам всё выдать, как выдавали предыдущие профессора ленивые задницы. Ладно. Видите ли, покедекс, который я просто дал вам, это высокотехнологичный девайс, который автоматически записывает покемонов, которых вы встретили. Причина, по которой вы получили один из них, потому что профессор хочет, чтобы мы пошли в путешествие с нашими покемонами и завершили покедекс. Говоря простыми словами, это важная миссия профессора. Я уверен в этом. О, побыстрее, Тревор. Ты слишком серьёзен иногда. Или наоборот, полегче. О, Джо, возьми это с собой тоже. Это письмо от профессора. Он сказал, что стоит дать это твоей маме. И что же, там конвертик с деньгами? Интересно, или компроматик на меня? Ладно, мы закончили с нашими разборками с профессором. Я полагаю, что Тревор и я пойдут смотреться покемонами. Пошли, Трев. В Каосе дети могут выбирать носить покедекс приключений, или типа того. Вернее, дети избраны носить покедекс. Да, понятно. Но тебе нужно дать это письмо твоей маме, прежде чем ты пойдёшь. Ох, и не на логике. Как обычно, у меня почему-то самая строгая мама. Вот им почему-то не нужно давать письмо маме, а мне нужно. Эх, несправедливость. Если у тебя есть покемонский партнёр, вернее, покемон-партнёр, тебе нечего бояться... Вернее, тебе не за чем бояться дихих покемонов. Мой любимый Чеспин, я хочу поиграть вместе скоро. И с таким маленьким, как я, я уверен, моё путешествие будет прекрасным. С таким маленьким, как я. Ох, ладно. Итак, покемоны теперь у нас, так сказать, в крови. Так что, в принципе, всё по стандарту. Финики им пятого левела. Ну ладно, в этот раз уже не будем постоянно дёргать экранчик. Фик уж с ним. Самое интересное всё равно происходит, к счастью, на одном из них. Так что, ничего страшного. Ох, серый, конечно, затягивается, но ничего страшного. Джо, постой. Эээ, ты будешь моим оппонентом в первой покемонской битве. Ладно, маленький Чеспин, это наша первая битва. Давай выиграем с нашим стилем. Вернее, выиграем стильно. Ох, ну разумеется, начинается. Вызван покемонским тренером Шона. Теперь даже у тренеров есть в ближнем бою, так сказать, своя красивая моделька. Правда, не у всех, только у избранных, к сожалению. Ладно. Битва смотрится красиво, мощно, с порисованным фоном, с полностью трёхмерными покемонами. Это просто прекрасно, разумеется. На нижнем экране всё, в принципе, по стандарту осталось. Правда, кнопочки теперь покрасивее и поярче. Но в целом, думаю, демонстрировать особо нечего. Так что будем уже смотреть только на верхний экран. Только каждый раз задал больше переключаться. Ладно. С самого начала у нас почему-то есть способность Эмбер. Вернее, атака Эмбер. Так уж и быть. Сожжём Чеспина. Халява, однако. В предыдущих играх можно было бить только нормальными атаками с самого начала. Только вот этими самыми таклами и скретчами. А теперь почему-то можно сжигать. Ну ладно. Главное, что это работает. Давай, маленький лисичка. Сожги, сожги эту тварюгу. Этого страшного бобрёнка. Или водрёнка. Хрен знает. Довольно трудно понять, что это за существо. Ну, он довольно миленькое, конечно. Но нам не стоит тогда поддаваться. Мы милее, мы круче. Мы порвём всех. Так сказать. Последний удар. Готов. Ну, в общем, битва, конечно, лёгкая. Даже легче, чем в предыдущих играх. Может, там даже был какой-то шанс проиграть. Небольшой. Левел ап. Теперь будем говорить о том, что это снова и снова и снова. Прекрасно. Вы победили покемонского тренера Ажжону. Хе-хе. Лохушка. Эй, я не закончил смотреть на моего миленького Чеспина ещё. И 500 рублей. Благодарю. Хе. Прекрасное начало, однако. Хотя стандартно для всех игр, опять же, чего удивляться-то. Ты прекрасен, Джоа. Ой, спасибо. Вот, позволь мне починить твоего покемона. Починила. Передай привет своей маме от меня. Ну, по крайней мере, спасибо хотя бы, что у нас с Фопроежнему позитивные, добрые напарники. Причём их в этот раз аж четверо. Если обычно Райвел бы всегда... Райвел бы всегда... Блин, извиняюсь, что я заговариваюсь. Райвел был всегда один. То теперь у нас хаж четверо, если я правильно понимаю. Конечно, достаточно легче, но надо стучаться. Но всё равно. Шибко много битв ожидать не стоит, разумеется. Итак. Город Ванивиль. Так. Ну, если не ошибаюсь, мне нужно просто вернуться один раз домой, и всё. Это будет ненадолго, я так думаю. Что там у меня с экраном. Итак. Что твои соседи сейчас сделали? Или типа того. Подожди секунду, Джон. Это покебол у тебя есть? Ты получил своего покемона? Какой удачливый. А что, она не получала? Как насчёт этого? Ты покемонский тренер теперь тоже. Поздравляю. А, письмо для меня. Говорится, что он от кого-то, названного Сука Моря. Блин, что за имя? Что может это быть? Любовное письмо? Оу. Хе-хе-хе. Размечталось. Ой, такое... Так мило написано. Вернее, такой милый стиль почерка. Типа того. И что у нас тут? Запрос. О, я вижу. Джон. Мы только что распаковались, и все виды интересных вещей происходят. Да. И всё уже происходит, типа того. Ладно, давай приготовить тебя и Феникина для путешествия. Ну, конечно, тоже мне интересно дадут, если я уже получил свои бегущие кроссовки. Вот, Джон. Я спаковала вещи. Ой, какое неожиданное количество событий. Я просто... Бегаю с такой скоростью, как Рихорн. У тебя есть друзья, ты встретился у покемона. И теперь ты идёшь вокруг Калуса. И продаешься путешествием. И... Не забудь это. Городская карта. В принципе, всё по стендарту. Что ж, по крайней мере, с самого начала всем хорошим нас обеспечивают. Это уже радует. Ты знаешь, как использовать городскую карту, правда? Ну, да, в принципе. Она не меняется с каждой игрой. Вот мой мальчик. Выбирай городскую карту с твоего мешка, когда бы ты не захотел её использовать. Я не знаю, что профессор Сукамори хочет, чтобы ты сделал. Но отправиться в путешествие с покемоном, это очень чудесный опыт. Ну, и всё, типа, я так понимаю. Мы свободно, так сказать. Можем спокойно отправляться, идти, гулять. Ну, в общем, да. Как всегда, завязка довольно-таки стандартная. Вообще, почему у нашей мамы, которой сколько-то там лет, до сих пор маленький флечлинг? Могла бы его прокачать уже хотя бы до третьего левла. Ну, имеется в виду, до третьей эволюции. Ну, ладно. Я не знаю, что профессор Сукамори хочет, чтобы ты сделал. Но, да-да-да, это уже всё было сказано. Ладно, стандарт так стандарт. Что, меня никто не ждёт у своего дома? Хотя нет, ждут. Рох! Попрощаться решил, что ли? Ха-ха-ха, какая карточка. Что? Я полагаю, Рихорен просто хочет попрощаться с тобой перед путешествием. Что ж, он знал тебя с твоего рождения, в конце концов. Удачи, Джон. Иди и сломайся. И не волнуйся. Ха-ха. У тебя есть покемон на твоей стороне, так что ты будешь в порядке. С самого рождения что-то у нас был этот Рихорен? И он всё это время просто валялся на месте в виде статуи? Рах! По-моему, он грустит. Хотя, по его глазам фиг поймёшь, на самом-то деле. По-моему, он замородился опять. Эх, ладно, Рихорен, наш драгоценный друг детства, прощай. Мы отправляемся пороще. Почему мы Рихорена не взяли с собой? Фиг знает. Он ведь довольно-таки крутой и мощный покемон. Ну, без понятия. Может быть, потому что он не может съесть в покеболе, как Пикачу Эша. Эх, фиг знает. Все уже однако свалили из кафешки. Ну, в принципе, конечно, можно опять же проверить по городу и его исследовать пока что. Тут у малышки, наверное, что интересненькое дадут. Может быть, покебольчики. Или что-то ещё вкусненькое. Хотя, конечно, на часа в начале её ничего особенного не нужно. На это прочитать не рисковать. Ты любишь покемонов? Конечно, да. Я тоже. Они прекрасны, не так ли? А если я выберу другой вариант? Ты любишь покемонов? Нет. Фу. Что ж, каждому своё. Ну, прекрасный моральный выбор, который ни на что не влияет, разумеется. Ай, ладно, фиг с ним. Красотища, в общем, всё, что можно сказать на самом деле пока что. Аквакорт Таун. Вода и цивилизация в гармонии. Гениально. А вода что-то, признак не цивилизации или типа того? Фиг знает. Ну, хотя вода это признак хаоса, если подумать. Хаос эмеральдов. Вот, это зелье для тебя. Спободно используй его. Ну вот, уже полезно, однако, просто побегать и поговорить с людьми. Всякие вкусности они любят раздавать каждый раз. Зелья могут вылечить покемона всегда и везде. Ну, благодарю. Иногда, конечно, у нас довольно по-идиотски меняется ракурс камеры, поэтому к тому ещё нужно привыкнуть иногда. Иногда это будет шибко неудобно. Чёрт, а? Ну, по крайней мере, она подсказывает, какие дома можем зайти, по крайней мере. Сразу так двери не разглядеть на самом-то деле. Эм... Эм... Починят его покемона бесплатно. Ну, благодарю. Давай пожаловать. Мы подаём лучшие зелья. Ну-ка, какой у вас там ассортимент? Одно зелье. Прекрасный ассортимент, однако. Кстати говоря, у меня довольно много денег с самого начала. Разве мне не было 3000 раньше? Даже не помню. Так. Ну, по крайней мере, сразу видно, что мы довольно-таки богатенькие. Поэтому мы можем сразу проложить весь свой путь не битыми с покемонами, а денежками, как в реальном мире, так сказать. Да. Надейся, конечно. Приветствую, молодой путешественник. У тебя есть достаточно зелий? И что? Всё, что ты можешь сказать? Обыдать мне ещё парочку зелий. Стоишь тут, крутишься, как псих. Хе-хе. Да уж. Хоть у всех, конечно, есть модельки, но они-то-то всё равно выглядят довольно-таки статичными и пустоватыми, потому что они крутятся так странно. Шатаются туда-сюда. Ну, ладно. Человек, который заставляет покемонов сражаться, называется покемонским тренером. Нет, человек, который заставляет покемонов сражаться, называется уродом и козлом, я так считаю. Ну, ладно, что поделать. У нас нет выбора, как обычно, поэтому... Забудем всё, чему нас учила команда Плазма, и идём воевать дальше. Если ты хочешь быть более модным, тебе стоит идти в город Санталюн. Там есть бывшее употребление товара из Китая, в которых много вещей, которые популярны среди молодых людей. Ну, да-да-да, это мы знаем. Бутик. Бывшее употребление товара из Китая. Логично же? Логично, по-моему. Кстати говоря, в некоторых рандомных местах игры, так сказать, можно фотографироваться. Там всё ещё под строительством. Понятно. Ну, нужно будет сначала встретить определённого чувака, после чего можно будет фотографироваться на фоне... Ну, в общем, на фоне, короче говоря, всех этих красивых строений, зданий, лесов и так далее. Ну-ка. Совет тренера. Покемон получает опыт, ну, это мы, конечно же, знаем. Можно даже не читать, в принципе. Всё достаточно стандартно. Нам пытаются вдолбить каждый раз всё одно и то же, одно и то же. Я играю с моим покемоном и... Забочусь о нём. Или глажу его. Мой покемон и я собираемся тренироваться очень сильно. Ну, что ж, молодцы. Так, а вот тут, кажется, есть поке-центр, если не ошибаюсь. Нет, тоже магазин. Странно. Там просто был нарисован покебол снаружи. Мешки мистические, мешки великие. И автоматически сортируют вещи, раскладывая их по типу. Да, вот действительно магическая вещь. Хотя в предыдущих играх мешки были ограничены, но с четвёртого поколения, если не ошибаюсь, ограничения убрали уже. Покемон, который ты поймал в покеболы, становится своими друзьями. Спасибо, Кэп. Ну-ка. Это специализирует магазин, который подаёт только покеболы. И на какой хрен вообще рассортировать по разным магазинам? Там одна вещь, тут одна вещь. Что за старые РПГ какие-то? В стиле старых РПГ, опять же, где можно было найти магазин, в котором находится всего лишь одна вещь, а маленькую цену. Гениальный магазин, однако. Такс, ну ладно. Вообще, прежде чем отправляться в путешествие, нужно было уже закончить серию, потому что время-то летит. Эй, там, похоже, что ты нашёл кого-то, кто помог тебе упаковаться. О, и будь уверен, что ты набрал покеболы и зелья, правда? Ну да, 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 куда же я денусь-то, однако. Такс, ну ладно, в принципе. Прежде чем заканчивать серию, я хотел бы показать одну замечательную функцию, которая у нас здесь есть, если я, конечно, её сейчас найду. Да, она, к счастью, есть. Которую, в принципе, уже продемонстрировали в трейлере, в заставочке. Это Поке Эйми. Превосходная функция, которую добавили для того, чтобы игроки больше так и сближались со своим драгоценным покемончиком. Правда, действие происходит на нижнем экране, поэтому придётся вот так дебильно приставку держать. Прошу за это прощения. Такс, ну ладно, посмотрим. У нас есть же Феникинг, поэтому, скорее всего, эта опция будет нам доступна. Играйте со своим покемоном. Становитесь большими приятелями со своим покемоном. Заботьтесь о своём покемоне и чувствуйте... Вернее, и кормите их поке... Покексиками. И вы будете... И вы станете ещё ближе друг к другу, короче говоря. Покемон, который вам нравится, вернее, которым вы нравитесь, покажут свою любовь в разных видах, так сказать. Будьте уверены, что вы поиграли со всеми покемонами. Ладно, куда же я денусь-то? Вы можете играть в разные игры с покемоном. Да-да-да, вы также можете... Называть его имя или сделать... Делать лица на веб-камеру, это мы тоже знаем. Довольно интересное вообще развлечение, хотя, конечно, довольно сложное, потому что веб-камера довольно-таки слабо чувствительна, там нужно будет очень сильное освещение иметь и так далее, поэтому уже невозможно это будет сделать, наверное. Вытаскивайте кексики и покормите покемона в следующем визите или типа того. Посещение покемонов даст вам всякие декоративные вещи или кексики. Вы можете декорировать всё там и так далее, и менять заставку. Итак, Феникин. Единственный пока что на данный момент возможный покемон у нас в выборе. Так, и сплошной серый фончик. Со временем, как уже было сказано, можно получать различные элементы декорации, которые можно помещать здесь, 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 везде, там, повсюду, растаскивать их и менять фон. Но это, конечно, уже так, чисто мелкое развлечение. Это самое главное, это то, что, собственно, за что мы и интересуемся этой функцией. Так, должен попасть по Чеспину, это вот, и, честно, по Феникину. И выбирать, собственно, один из вариантов. Либо переключиться с другим покемоном и играться уже с ним, либо декорировать, либо, собственно, главная функция, которая здесь есть. Поке Эми. Маленькая, добренькая лисичка смотрит на нас с приятным взглядом. Ну и, собственно, здесь уже можно выделать некоторые довольно ограниченные вещи, так сказать. Либо можно покемона просто гладить при помощи стилуса, что довольно-таки миленько выглядит на самом-то деле. Действительно, прямо-таки буквально чувствуешь своего покемончика тракоценного, когда тискаешь его таким образом. Можно попытаться найти его самую приятную точку, которая изменяется, которая указывается особенным звуком, так сказать, более повышенной тональности. И покемон реагирует на поглаживание довольно писком, так сказать. Если найти, конечно, самую приятную для него точку. Вот, кажется, я нашел одну. Так, у него есть несколько шкал, которые отображаются, если не ошибаюсь, в переключениях между покемонами. Вам нужно три покемона, чтобы играть... Тоже три покемона в хорошем состоянии, чтобы можно было играть в мини-игры. Ну, понятно, в принципе. От данного момента у меня, конечно, ничего нет, поэтому могу просто немножко протискать своего покемончика тракоцентного, свою маленькую миленькую лисичку. Лисичка будет иногда проигрывать разные анимации, но они, конечно, довольно-таки ограничены, к сожалению, потому что покемонов ведь 721 штука в этой игре конкретно, на данном моменте шестого поколения, поэтому, конечно, на всех не хватит, разумеется, работы. Так. Вытаскиваем кексик и кормим нашего дракоценного покемончика. Он, разумеется, будет каждый раз на это приятно реагировать. Копите очки приязнь, так сказать, потому что affection, если можно перевести как приязнь, потому что это можно было назвать дружба, но дружба и приязнь это почему-то разные вещи, как ни странно. Так. Ну и, конечно, нужно постараться, чтобы покемон как можно лучше ко мне относился таким образом. Если нажать на экран, то некоторые покемоны могут дать лапу, так сказать. Правда, только некоторые, я так смотрю, не все. Хотя Феникин вроде давал лапу, если не ошибаюсь. Сейчас, видимо, уже не хочет. Ну ладно. Давай, Феника, давай, дай лапу, дай лапу. Нет, не хочет. Просто скалится. Блин, как все-таки миленько. Все прорисовано. Хоть и достаточно просика, конечно, для 2013 года. Но что поделать? 3DS это 3DS, поэтому там графон никак в Кузисе. Нужно радоваться, конечно же, не этому. Ну это я просто к слову сказал. Ладно, пока что в покеме особо делать нечего. Нужно немножко продвинуться, немножко будет добрать трех покемонов, чтобы можно было играть в мини-игры и так далее. Поэтому мы сюда еще пока что вернемся. А сейчас отправляем беднягу обратно в покебол и возвращаемся уже к началу, так сказать. Вообще, конечно, нужно будет стараться покачивать покемону affection по максимуму, потому что это еще имеет некоторые полезные свойства в бою, которые будут отображаться дальше. Если повысить affection до максимума, мы будем получать различные бонусы, которые покемон будет использовать в своих битвах с другими покемонами. Это, конечно, очень полезно. Fullness это, если не ошибаюсь, сытость, после которой покемон перестает жрать хексики. Так что можно его закармливать до потери сознания, а потом уже зажрать не будет, конечно, с какой-то время. И enjoyment это веселье, которое он получает при игре в мини-игры, или просто, если вместе с ним ходить в путешествия, так сказать. Ну, ладно. Обо всем там я постараюсь упомянуть уже попозже, а то сейчас уж, конечно, заболтался немного. А пока что пора вернуться уже в реальный мир, так сказать. Вернее, в реальный мир Калоса. Ну, в общем, довольно интересная функция, но здесь, конечно же, не единственная. Здесь есть много еще чего интересненького. Я постараюсь, конечно, со временем во всем этом разобраться. Все это осмотреть, если, конечно, заполню. А пока что, в принципе, стоит немножко отдохнуть. На серии уже бы нас записывал. Ну, по крайней мере, начало положено, это самое главное. Будем двигаться, будем осваиваться, и можем еще заполнить регион... Вернее, можем еще записать регион Калос на память в этом видео. Итак, блин, карта указана только внизу. Ладно. В общем, вот она карта региона Калос. И еще кое-что перед тем, как закончить серию, я вот что хотел сказать. Дело в том, что я в предыдущих играх-то я обычно просто проходил за серию, за серию. И я нигде не подписывал, какой маршрут я прокладывал за путь. Какой путь я прокладывал за серию, так сказать. И теперь я решил уже, что к каждому видео я буду прикладывать карту Калоса, карту каждого региона. И на ней буду указывать линии, какой путь я прошел в этой серии, какой путь я прошел за всю игру. То есть, таким образом будет очень удобно. Может быть, просто посмотреть на любое видео, сразу понять, где я ходил и где я остановился. Так будет, по-моему, даже удобнее, чем обычно. Ну, посмотрим, в принципе. Пока что стоит немножко отдохнуть, и потом вернемся продолжать исследование региона. Кстати, да, регион довольно-таки в целом большой, поэтому... Ну, хоть, конечно, не шибко проработанный так, как в предыдущих играх, но что поделать. Здесь все равно много интересных функций, я постараюсь с ними всеми ознакомиться. Попозже. Пока что достаточно. Продолжение следует...